Наверное, все ждут свидетельства о нашей поездке, да, поэтому Геннадий сказал, чтобы я начала, там он продолжит. Слава Богу, я хочу сказать, что за две недели до самой поездки началась война, я это поняла, у меня начались проблемы по-женски, никогда такого не было. Я пошла к врачу-гинекологу, и она говорит, два варианта, это гормоны и операции. Я сказала, ни гормоны, ни операцию я не принимаю, буду пить травки и молиться. Значит, нам уже неделя остается до выезда, а ехать нам примерно около двух суток, то есть до Стамбула автобусом, потом арабскими авиалиниями, четыре с половиной часа лететь, потом три часа пересадка, еще около десяти часов полета, ну, то есть практически сутки. И я понимаю, что начинается просто духовная брань, я говорю, нет, во имя Иисуса Христа я возлагала руки, я провозглашала здоровую работу, правильную работу моих внутренних органов, я провозглашала правильное исцеление. И когда мы приехали в Корею, все прошло, абсолютно все. Слава Богу, да. И я провозгласила, я сказала, в день конференции я буду на сто процентов исцелена. И воистину я вам хочу сказать, что у меня, в принципе, не было проблем сильных никогда со здоровьем. И, ну, я слышала, что я замолилась за кого-то за исцеление, за одного, за второго. Но я понимаю, что это серьезное, как бы, то, что у меня возникло. Я приняла решение стоять на исцелении, потому что Иисус Христос сказал. Я вам хочу призвать еще раз, что мы находимся на войне. Не забывайте об этом, ребята. Жизни спокойной не будет. Будет отдых, восстановление, но потом опять война. Не все не выдерживают, да. Некоторые в обозе ждут, пережидают время наступления. Но, слава Богу, я благодарна Богу за исцеление. В общем, это было первое такое препятствие. Второе у нас было, наверное, приключение по сравнению с препятствием. Это наш чемодан где-то опоздал на два дня. Мы приехали в Корею, в Сеул без чемодана, слава Богу. Но зато мы испытали любовь Господа, любовь наших братьев и сестер, потому что нам принесли все необходимое. Мне принесли много косметики корейской, слава Богу. Говорят, как же ты сутки без косметики? Я думаю, действительно, как я сутки без крема? Это же невозможно, да, просто выжить. Ну, думаю, ну ладно, спасибо. Купили пижаму мне новую. Думаю, ну действительно, я без пижамы не выживу. Но, знаете, такой целый пакет нам. Кто нес, кто услышал, кто-то зубные щетки принес, кто-то зубную пасту принес. В общем, нанесли все необходимое, чтобы мы два дня прожили. Кто-то вещи мне принес, да, возьми там футболочку чистую. Слава Богу, мы даже в этом испытали любовь Бога. Арабские авиалинии поломали нам чемодан. Потом Геннадий расскажет, что стало с этим чемоданом в конце. Вот, ну вот так вот мы и приехали в Сеул, слава Богу. Что у меня... Мы были на конференции, мы, честно говоря, не знали, куда мы едем. Нас пригласили, предложили нам несколько докладов. Мы выбрали себе тему, и мы ехали, не зная точно, что и как. Ну, по крайней мере, мы знали, что это русскоговорящие церкви, потому что мы познакомились там с одним спикером. Она прилетела, пресвитер церкви, она прилетела из Австралии. И она вообще не знала, что церкви русскоговорящие, и что вообще есть такие корейцы, которые говорят на русском, и что их много. В общем, для нее был шок. Особенно был шок, когда она узнала, что кушать нужно палочками, что нет вилок, и что спать нужно на полу, ну, на востоке на полу. Она ко мне подходит и говорит, а у вас кровать в комнате есть? Ну, а я же уже второй раз в Сеуле, я же уже продвинутая. Я говорю, нет, нет кровати, мы так, на матрасике, мы уже профессионалы. Она такая, а можно хотя бы стул. Ну, принесли ей стул. Ну, в общем, такие вот приключения. Что такое РУСТА? РУСТА – это конференция, которая подготовлена на поднятие служителей русскоговорящих. Что меня потрясло, это то, что южнокорейские церкви, которые достаточно богатые, я бы сказала, даже есть очень богатые церкви, сами пресвитера церкви были южнокорейских, и служили на кухне, обслуживали организацию. И, в общем, всю работу, которая не видна, взяли на себя южнокорейские церкви. Знаете, что они сказали? Они сказали, в русскоговорящих церквях потенциал. Наша молодежь не горит так, как для Господа. У наших молодежь нет в глазах искры. Наша молодежь привыкла ко всему готовому. И они сказали, что наше служение, Бог нам сказал, это финансы вкладывать, свои силы, все, что у нас есть, именно в русскоговорящей церкви. Причем это церкви не только с Кореи, как мы думали. Церкви приезжают верующие, были с Москвы, с Томска, с Новосибирска, Владивосток. То есть, в принципе, они ждут всю нашу церковь на следующий год тоже, чтобы мы приехали. Тема конференции была «Поклонение». Я буду делиться. Каждый день говорили о поклонении Богу. Причем я, честно говоря, даже не знала тему. Нам дали наши темы. Общая тема была «Поклонение Богу». Говорили о том, как каждый муж веры встречался с Богом и выстраивал свою жизнь на поклонении Богу. Ну, вот такая вот основная нить, начиная с Авраама и заканчивая Иоанном. Слава Богу, мы послужили. Слава Богу, нам послужили. И я расскажу одно свидетельство о том, что прошла конференция. Она была три дня. Потом после конференции нас пригласили в две церкви, чтобы мы тоже послужили. Мы послужили в церкви «Призвание». И помните, наши были корейцы летом, которые приглашали. Мы в их церкви тоже послужили, засвидетельствовали. И на Фейсбуке местные корейцы увидели, русскоговорящие, что Геннадий здесь. И начали его звать. Говорят, одна сестра сказала, у меня мама в больнице, в онкологии. Пожалуйста, приедьте. И Геннадий говорит, ну, вообще у нас весь день вот так вот расписан. Ну, представьте, мы почти двое суток летели. Потом три дня конференции. Один день мы восстанавливались, потому что семь часов разница. Три дня на конференции тоже спать не дают. Четвертый день мы утром на служении поклонения были. Потом отслужили в одной церкви, в другой. И нам говорят, приедьте, пожалуйста, за сто километров от Сеула в больницу к маме. Вот, честно говоря, как вы думаете, хотелось ехать? Не особо. Ну, с нами была Эльвира, нас забрала Эльвира. Помните Эльвира, которая в служении исцеления? А она такая, аллилуйя! Ну, это ее служение, да, исцеление. Она, аллилуйя, я сейчас расплачу, слава Богу! Думаю, ну ладно, меня Бог исцелил четыре дня назад. Поедем. Вот, мы поехали. Приезжаем в эту больницу. Слава Богу, мы долго разговаривали с сестрой. Она верующая давно. По-моему, она из Алма-Аты, если не ошибаюсь. И вот где-то она пропустила мысль, что у нее, что она больна онкологией, что все, она говорит, я устала, я устала от этих болей. Мы долго разговаривали, увещевали ее. Ну, знаете, что меня умилило? Меня очень умилило, что подошла одна бабушка с Южной Кореи. Наши местные южаки называют. Она подошла и что-то стала говорить по-корейски. И у нее спрашивают, что вы хотите, бабушка? Она говорит, я слышала, что пастор приехал. И ей говорят, да, это пастор приехал помолиться. И она говорит, я хочу благословить его. Вот этот вот конвертик с деньгами, пожалуйста, передайте пастору и скажите ему большое спасибо за то, что он приехал. То есть эта женщина вообще не знает ту женщину, к которой мы приехали, потому что наша вообще из Алма-Аты приехала на какую-то конференцию, ей стало плохо. И она осталась там. И знаете, меня тронуло вот это, знаете, не то, что ты должен. Ее тронуло, меня тронуло отношение ее, то, что она понимает, что это труд. И она захотела благословить. Но самое главное, что Бог благословил меня. И знаете, я сказала, Господи, прости меня, прости за вот это вот нехотение. Мы все нуждаемся. Мы все нуждаемся. Но я хочу сказать, что молиться за больных могут не только пасторя, не только служители. Каждый из нас имеет силу и власть побеждать болезни. Предлагать больным молиться за исцеление. Ну, и на следующий день, слава Богу, с прошлой поездки в Корею мы помним с Геной только метро. Потому что одни пасторя нас сажали на метро, говорили, на такой-то станции выйдите. И мы вот ехали час-полтора, выходили, другие нас брали, кормили. Это вот еда и метро. Это все, что... Меня спрашивают, что Корея? Я говорю, Корея – это еда и хорошее метро. Теплое, с туалетами, все нормально. Вот, в этот раз, слава Богу, Эльвира нас целый день повозила. Мы смотрели дворец императорский. В общем, ну, слава Богу, конечно, там большие расстояния, немножко показала нам город. Мы были очень благословлены. И, знаете, мы увидели любовь Бога. И я хочу еще раз подметить, что любовь Бога проявляется через каждого из нас. То есть, если ты верующий, то твой сосед, твой ближний, он не узнает любовь Бога, не переживет ее как-то абстрактно. Бог использует нас, чтобы мы могли передать любовь Бога ближним, соседям и друг другу. Аминь. Ну, вот, вроде бы, кратко все. Слава Богу, кто следил за нами на Фейсбуке. А, про чемодан Геннадий расскажет, да? Да. Слава Богу. Мы рады опять видеть вас. Спасибо. Продолжение следует...